Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского Блаженного Феофилакта. Часть 26. Толкование на послание о римлянам 15.16. Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Комментарий Игнатия Лапкина. Постараемся вообразить себе такую ситуацию, что вдруг среди православных появился бы такой архиерей или священник, который на первое место в своей деятельности поставил бы проповедь Евангелия. И стал бы называть себя не служителем алтаря, а священником Евангелия. И стал бы повторять вот эти слова и в храме, и по домам, и повсюду. Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Такого служаку, решившегося собой пожертвовать ради Евангелия, немедленно архиерей вызовет на ковер. Потому что, чтобы соответствовать этим словам, священник должен от многого, что совершается ныне в храме, отказаться. Перестать крестить, как попало и кого попало. Перестать допускать до причастия любого с улицы. И отпевания совершать только над теми, которые были не повинны перед канонами и Евангелиям. То есть своих прихожан. Такого сразу же постараются задушить, запретить, притом совершенно необоснованно. А он будет повторять. Я обещался Богу, цитата, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Толкование на римлянам 15.17. Правда, уверовав и крестившись, мы получили Духа. Но если не будем и жить духовно, то благодать Духа угаснет. Толкование на римлянам 15.18.19. Поскольку сказал о себе, я служитель Евангелия у всех народов, то присовокупляет. Я не хвастаюсь и не чванюсь чем-либо, чего я не сделал. Я даже не делал, но делал Христос, пользуясь мной как орудием. Не сказал же, я проповедал, но распространил благовествование, дабы показать, что слово его было не бесплодно, но действенно. И окрестности говорит, то есть я обошел народы с проповедью и к северу, и к югу. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы сегодня все от мала до велика полюбили Библию и понесли ее в народ, заявляя о себе, я служитель Евангелия, то что бы мы увидели уже через год? Не может быть, чтобы евангельское семя не дало всходы и не появились первые оглашенные. Наказание священнослужителей должно касаться только за нарушение Слова Божия. И архиерей, наказывающий подчиненного, должен говорить, не могу поступить иначе, я служитель Евангелия. Ты, пастырь, не проповедуешь народу, а всю свою деятельность ограничил богослужением. Ты не можешь сказать, я служитель Евангелия. Ты не оглашаешь людей проповедью Христовой. Ты сам должен сказать, что ты не служитель Евангелия. Или ты уйдешь совсем, или всею своей жизнью подтвердишь и скажешь, я служитель Евангелия. Если бы архиерей так рассудил и очистил свое воинство, оставив служителей Евангелия, а не поваров, то это и было бы той ценной лептой, которая принесла бы похвалу от Господа. Толкование на Римлянам 15.20 «Я не только благовествовал этим и стольким народам и обратил их, но и не ходил к тем людям, которым возвещено уже было имя Христово». Толкование на Римлянам 15.21 Здесь показывает исполнившееся пророчество. А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел, тому предстоит много труда и пота. Комментарий Игнатия Лапкина В России все заросло тернием от незнания Слова Божия. Без проповеди Евангелия все труды пастырей могут окончиться ничем. Бог оценит только тот труд, на какой Он посылает человека, а не тот, который человек сам придумал, думая этим угодить Богу. Проповедь Слова Божия требует огромного труда, смирения, послушания Слова Божию. А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел, тому предстоит много труда и пота. Толкование на Римлянам 15.22 «Я, — говорит, — повсюду ходил с проповедью и потому встречал много препятствий, то есть я часто намеревался и желал прийти к вам, но всегда встречал препятствия». Комментарий Игнатия Лапкина «Все передвижения в своих апостольских командировках апостол предпринимал по велению Духа Святого, и он повсюду ходил с проповедью. Ни Новый Завет, ни церковные предания не сохранили нам известия о том, что апостолы, приходя куда-либо, начинали встречу с народом через богослужение. Почему? Только потому, что они были под водительством Духа Святого, и Дух Святой не послал их совершать богослужения и требы, а послал их на проповедь». 1 Кориффинам 1.17 «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И поэтому апостол Павел, как и прочие апостолы, повсюду ходил с проповедью. А для этого ему не требовалось ни храмов, ни колоколов, ни одеяний, ни богослужебных книг. Все это придет намного позже и смело вытеснит проповедь. Вытеснит то единственное, что поставлено Христом во главу угла для всех его верных учеников, чтобы они повсюду ходили с проповедью. «Великой силой проповеди они сокрушили все языческие божества и капища. Силой евангельской проповеди они пробились к умам и сердцам Европы, Азии и Африки, потому что они повсюду ходили с проповедью. Только евангельская проповедь в Духе Святом с полным отвержением самого себя может оживить и нашу Россию. Может сокрушить все ереси и заблуждения, все напластования, нововведения, проникшие в церковь. Необходимо молить господина жатвы, чтобы в православной церкви наконец-то появились духовные, рожденные свыше пастыри, и чтобы они повсюду ходили с проповедью». Толкование на Римлянам 16.6. «Запрещает ей не учить словом, но занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении, а домашнее обучение весьма одобряет». Комментарий Игнатия Лапкина. Вне богослужебные собрания и занятия по Слову Божию – это то, без чего не созидалась ни одна община. И этого у православных сегодня практически нигде нет. Библия домашнее обучение весьма одобряет. Толкование на Римлянам 16.17. «Не сказал, которому мы научили, но которому вы научились, предупреждая их этим и показывая, что они уже убеждены и приняли учение, и потому должны пребывать в том, что уже приняли». Итак, распри и раздоры или ереси уволятся теми, которые преподают учение, противное апостольскому учению. Толкование на Римлянам 16.18. «Заметь же, что служащие чреву не служат Христу». Комментарий Игнатия Лапкина. «Трудно представить, что апостол Павел был с опухшим лицом и толстым чревом. Ученику Христову не пристало быть похожим на свинью». Иоанн Златоуст высмеивает тучных людей, говоря, «Разве тебя готовятся принести в жертву?» Человек обременяет себя ястами, как город, который готовится к осаде. «Работники медицины подсказывают нам, что нужно знать свой рост в сантиметрах и отнять 105 и выше этой цифры твой вес не должен подниматься. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Служащие чреву не служат Христу». Первое корифеном предисловие, толкование. «Ибо богатые составляли свои партии, а мудрецы свои, и сами, избрав себе учителей, порицали Павла как бедного и необразованного человека». Первое корифеном 1.1 «Не противники ли вы Богу?» Толкование это было. Комментарий Игнатия Лапкина. «Чтобы определить себя, не противник ли ты Богу, противник по-еврейски сатана, нужно сверять свое учение, свою веру и свою жизнь со священным писанием». 2 Коринфянам 13.5 «Испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте». Первый псалом Давида дает полное определение. «Не противники ли вы Богу?» «Если христианин с большим удовольствием читает что-то, а не Библию, то он отступник. Если с большим удовольствием проводит время на стадионе и у телевизора, а не в церкви и с народом Божьим, то он отступник». 2 Ездры 1.49 «Также и начальники народа, и священников поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечистотах всех язычников, и осквернили освященный в Иерусалиме храм Господень». Государство никогда не оставляло без внимания церковь. Оно старалось или подчинить ее, или уничтожить. На истинных христиан гонения влияют только положительно, и враг ничего не может поделать с ними, пока они не возлюбят временный мир и не станут противниками Богу. Иакова 4.4 «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». 1 Иоанна 2.15 «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий». 1 Коринфянам 1.3 «Толкование. Как же вы применяетесь к людям и ищете у них, как учителей благодати и благоволения?» «Комментарий Игнатия Лапкина. Это замечание блаженного Феофилакта относится к нам, будто сказано им сегодня». 1 Коринфянам 1.6 «Через слово, говорит, и разум, которыми вы обогатились, утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе, ибо вы приняли эту проповедь не через внешнюю мудрость, но через знамения и дарования, которых вы удостоились». Комментарий Игнатия Лапкина «Апостол Павел рождал новых учеников через проповедь» 1 Коринфянам 4.15 «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Другого рождения не существует. И к своим рожденным от проповеди ученикам он обращался как к живым. Сегодня в православной церкви абсолютно неправильный вход в церковь. Или через механическое детское крещение, или через навык хождения, через привычку посещать храм». К таким людям никогда нельзя сказать, что «утвердилось в вас свидетельство», то есть проповедь о Христе. Сегодня говорят, что у апостола Павла был свой опыт, а у нас свой. Бог, как автор этого мира и книги Библия, дает четкий и конкретный ответ, как родиться. Только через евангельскую проповедь, через рождение от Духа Святого, чтобы, цитата, «утвердилось в вас свидетельство», то есть проповедь о Христе. Толкование на 1 Коринфянам 1.14 «Так, говорит, не для того, чтобы уменьшить важность крещения, но для того, чтобы обуздать коринфян, хваставшихся крещением. Ибо крещение есть дело важное, а крестить – неважно». 1 Коринфянам 1.16 «Толкование». «Как же вы гордитесь крещением?» Толкование на 1 Коринфянам 1.17 «Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души, ибо переубедить человека и склонить его от отеческих преданий, и при том среди опасностей, есть дело великой и мужественной души. А приготовленного к крещению принять и окрестить мог всякий, кто только имел священство». Низложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к надмевавшимся внешнюю мудростью и говорит «Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, то есть не с красноречием и изящным словом, чтобы крест или проповедь о кресте не потерпела вреда и унижения. Ибо что значит, чтобы не упразднить, то есть да не окажется бесполезным и тщетным?» Комментарий Игнатия Лапкина. Поиск достойной кандидатуры на должность пастыря – дело весьма непростое. Сегодня ищут в кандидатах музыкальные способности и все что угодно, но только неспособности нести Слово Божие в народ. Но проповедь с первых дней образования церкви была направлена на сокрушение дьявольских твердынь язычества и на построение храма Христу. Какими талантами обладали апостолы? Дух Святой в огненных языках в первые же минуты проявился в них через благовестие. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Сегодня священники многое умеют делать. Знают трудности, какие предстоят им, чтобы совершать правильные богослужения в годичном круге. Но благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. А благовестью не уделяется никакого внимания вообще. А если кто-то и говорит, то таким холодом незнание Библии повеет, что только и скажешь. Не видит нас Господи, не веди нас Господи во искушение. Тому, кто думает быть водителем святых, предлежит великий труд. Благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. Толкование на первое калифином 1.26 Итак, усмотри силу проповеди, как людей необразованных научила она столь мудрым догматам, и как внешняя мудрость оказалась бесполезной. Комментарий Игнатия Лавкина. Пастырь, внимай глазами и ушами. Обязательно оцени силу, какая заключена в Слове Божьем, в Святой Библии. Усмотри силу проповеди. В проповеди необходимо затрагивать и современные события, увязывая их с Библией. Никакие душесчипательные истории, рассказы не дадут того результата, который приносит проповедь о Христе. Усмотри силу проповеди. Толкование на первое калифином 1.28 Когда же слышишь, избрал, не думая, будто он непременно хотел презираемых избрать, а знаменитых отвергнуть. Нет. Но поскольку знаменитые надмевались своей мудростью и потому не принимали проповеди, то Бог нашел способнейшими к принятию ее тех, которые ничем не гордились. Комментарий Игнатия Лапкина. Приучив людей к внешней набожности, к соблюдению внешних ритуалов, к соблюдению праздников, снабдив целым набором благочестивых святынь, священники совершенно не приучили своих прихожан к Слову Божию, к проповеди Евангелия и даже к тому, чтобы их прихожане ни от кого не принимали проповеди. Толкование на первое калифином 1.29 Заметь, между прочим, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость. Комментарий Игнатия Лапкина. «Какие страшные огненные слова произнес блаженный Фефилакт, и мы их применяем к этому изданию его труда в отношении тех, кто не хочет слушать ни Слово Божие, ни толкования святых отцов». «Мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость». «Конец комментариев». «Примечания». «Между ними одни самовольно сделали с учителями народа, который приставал то к одним, как мудрым и могущим научить чему-то большему, нежели Павел, то к другим, как богатым и могущим оказать большую помощь. И таким образом, соперничая между собой в славолюбии, они заправляли церковью». Толкование на 1 Коринфянам 2.1. «Не только, говорит, в ученики Евангелия избраны были люди немудрые и незнатного происхождения, но и сам проповедник Евангелия пришел, возвещая вам свидетельство Божие, то есть смерть Христову без красноречия и мудрости человеческой. Заметь же, что и проповедник был человек простой и необразованный, и предметом проповеди были крест и смерть. И, однако, одержали победу». Толкование на 1 Коринфянам 2.2. «И Христос, говорит, хотел сего, то есть, чтобы я был человеком простым, да и сам я признал за хорошее, вовсе не знать внешней мудрости, а знать только то, что Иисус Христос был распит и уметь проповедовать вам о Нем». Комментарий Игнатия Лапкина. «Годы учебы в семинарии и академии должны быть наполнены изучением Слова Божия, чтобы каждый знал Библию и был искусен проповедовать о Христе». Толкование на 1 Коринфянам 2.4. «Проповедь моя, говорит, не была убрана внешней убедительностью и красноречием, но состояла в явлении Духа, то есть доказательством имела самого Духа Святого». Толкование на 1 Коринфянам 2.7. «Тайной называет проповедь о Христе». Толкование на 1 Коринфянам 2.12. «Не эту мудрость мы приняли для того, чтобы она не сделала наши проповеди тщетной и бесполезной. Нет, учителем нашим был Дух от Бога, то есть существо, единосущное Богу, происходящее из Его сущности». Комментарий Игнатия Лапкина. «Любая самая искусная проповедь не по Евангелию, не о Христе, уже сегодня может оказаться ненужной и мертвой. Апостолы вышли в мир с сознанием того, что за них умер Христос. Все остальное они почитали за ссор, чтобы не сделать свои проповеди тщетной и бесполезной». Сравни с тем, что печатают сегодня практически во всех епархиальных газетах. Какими хилыми и хлипкими рассказиками почуют людей. Авторитет Библии полностью истреблен. «Пишут замысловатые сюжеты, печатают стихи, и нигде ни слова о рождении свыше, а чисто живой евангельской проповеди. Непрерывное искание каких-то чудес, домысливаний, прозрительных старцев, поиск чего-то неведомого, а нужно только одно. Знать Христа и постоянно и всюду благовествовать о рождении свыше через принятие Спасителя в свое сердце, чтобы не сделать свои проповеди тщетной и бесполезной». Конец двадцать шестой части.